А знаете ли вы, что такое истерия? Как утверждают ученые, в давние времена такой диагноз ставили только женщинам, поскольку его причиной считали женскую матку. Древние медики полагали, что этот зараженный болезнью женский орган блуждает по организму, и в зависимости к какому месту он примкнет, то там и проявляются патологические симптомы. Первое описание такого заболевания встречается в Древнем Египте в 1950 году до нашей эры в Кахунском медицинском папирусе. Как диагноз истерия впервые описана у древнегреческого лекаря Гиппократа, а его современник Платон характеризует болезнь как бешенство, в которое впадает матка женщины, не имея возможности зачать. С развитием медицины заболевание перешло в категорию психических заболеваний, а в 17 веке даже был введен диагноз мужской истерии. Большую популярность диагноз приобрел в науке конца 19-го, начала 20-го века, благодаря чему известный австрийский психолог Зигмунд Фрейд сделал ряд важных открытий в терапии психических расстройств. В США в те годы тысячам женщин в попытке насильственного лечения истерии удалили матку, а многим также проводили профилактическую операцию по удалению груди. Но так как в понятие истерии вкладывали слишком широкий круг состояний, то сегодня, в современной классификации болезней, она вообще отсутствует. Ее проявление теперь относят к нервному или паническому расстройствам личности, которые присущи легко возбудимым и депрессивным людям. Их отличает поверхностность суждения, внушаемость, неустойчивость настроения, стремление привлечь к себе внимание, театральность поведения, демонстративная имитация самоубийства. Само название происходит от греческого слова истера, что означает матка. Новые видео с коктейлем знаний